Приветствую вас! Если говорить простым языком, то на ваш вопрос можно ответить так. Во-первых, симпатия происходит в отрыве от полового признака, от половой принадлежности. То есть мужчина не воспринимает вас как женщину, мужчина не видит вас женщину в мужчине, вы не привлекательны именно как женщина. То есть чисто вот социального аспекта, такого социального гендерного аспекта поведения как женщина, он вас не акцентирует, не выносит на передний план. И второе, что можно сказать, это то, что мужчине нравитесь вы, точнее та ваша часть, та ваша составляющая, которая находится за пределами социальных ролей. То есть, вы ему не нравитесь как, например, его девочка, вы не нравитесь ему, например, как субъект какой-то деятельности, но вы нравитесь ему как носитель ценностей, носитель культурных ценностей, носитель своих собственных взглядов, взглядов, индивидуальных черт. Которые выходят, еще раз повторю, за пределы общественно-социальных отношений. То есть, по сути дела, мужчине нравится ваша уникальность и индивидуальность. И вполне возможно, что это не более чем защитный механизм. Ну, то есть, защитный механизм, наверное, слишком общее дает представление о том, что я хотел сказать. Речь идет, наверное, о более частном проявлении. Это нежелание говорить о том, что вы не нравитесь ему вообще. Ну, вот, симпатия к вам у него есть, есть. Симпатия к вам у него есть, у мужчины. Но говорить на данный момент, я имею ввиду, говорить в настоящее время, при текущем развитии исторических и культурных течений и ценностей в России. Говорить о сексе и вообще о чем-то личном именно в контексте симпатии как мужчин и женщин стало чем-то таким не очень хорошим. Потому что, ну, вот, много раз, например, я встречал подобные такие моменты, когда мужчина говорит, что вот мне стоит проявить симпатию к девушке. И она тут же обвиняет меня в том, что я там чуть ли не маньяк, что я там чуть ли не озабоченный и так далее, и так далее. То есть мужчины сейчас, не все, конечно, но есть такие, которые вот не хотят казаться именно такими озабоченными, направленными только на инфим. А мужчина хочет показаться вам более интеллектуальным, более духовным, если он действительно вам симпатизирует. Но вполне вероятно, что он говорит правду и вполне вероятно, что он действительно говорит то, что думает. В таком случае, ну, вы действительно нравитесь ему только как личности, и это, знаете ли, тоже очень неплохо и может послужить хорошим подспорьем для развития ваших дальнейших отношений. Вы, самое главное, только не торопите события, не требуйте от него чего-то такого, что он не может вам дать. И, напротив, постарайтесь принять его позицию, постарайтесь отведить ему на том уровне, на каком он сейчас желает с вами общаться. И, ну, по сути, посмотрите, что из этого будет дальше. То есть, глупость сейчас будет пребывать отмечения, например, того, чтобы он начал испытывать к вам какие-то другие чувства, особенно если он об этом говорит прямо. Если говорить, значит, это то, что для него сейчас, ну, знаете как, то, что для него сейчас, наверное, важнее всего. И с этим поделать ничего на данный момент вы не можете. Поэтому лучше всего будет, если вы это примете, и просто позвольте ситуации развиваться так, как, ну, так, как мужчина сам это видит. Вот это будет, пожалуй, самое, такое, правильное, самое справедливое, самое верное, то, что вы можете сделать на данный момент. На этом все. Надеюсь, что помог вам, если какие-то у вас дополнительные вопросы остались, буду рад помочь вам, пишите в личку, если у вас, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого-самого доброго и удачи.